Какой утюг с парогенератором лучше? Ботовой или же стальной профессиональной? На самом деле точного ответа нет, потому что оба вида, оба утюга с парогенератором прекрасны. Недавно у меня появился профессиональный утюг с парогенератором бренда Lilith, и у меня стали спрашивать, почему я решила перейти на него, и неужели я отказалась от бытового парогенератора, о котором так много хорошего говорила и очень сильно любила. На самом деле этот парогенератор я люблю и по сей день. Мне ни разу не приходилось его сдавать на ремонт, он ни разу не тек, не брызгал водой. Все работает идеально, как будто он новенький. Но в последнее время у меня возникла потребность в более тяжелом утюжке, и еще мне захотелось попробовать сухой пар. Сейчас я расскажу об этом подробнее, и поэтому теперь у меня в мастерской появился профессиональный парогенератор, тоже итальянского производства, бренда Lilith. Если вы спросите, какой из них лучше, то просто вот так односложным ответом я вам сказать не смогу, потому что это как два разных человека, и невозможно сравнивать людей как лучше или хуже. Они оба особенные, оба разные, отличаются друг от друга. И их преимущество как раз в этих отличиях. Ботовой утюг с парогенератором сам за себя говорит, он предназначен в идеале для бытовых целей, то есть для глажки белья, утюжки одежды и все в таком роде. Но на самом деле я пользовалась им в профессиональных целях. Я постоянно шью, снимаю видео уроки на канал в YouTube и для онлайн школы, поэтому все свои изделия я утюжила, проводила влажно-тепловую обработку с помощью этого утюга. На обе модели я делала подробный видеообзор, на канале вы можете найти эти выпуски. Я рассказывала, чем отличается бытовой утюг с парогенератором от обычного бытового утюга без парогенератора, чем он лучше. Поэтому сейчас не буду повторяться, а только сравню вот эти две модели. Эта модель отлично, просто идеальна на самом деле, подойдет, если вы хотите иметь парогенератор для бытовых домашних целей, грубо говоря, глажки. Вы сможете утюжить белье в разы быстрее, в разы качественнее, одежда будет разглаживаться на глазах, ну и вы будете получать колоссальное удовольствие от работы с таким мощным утюгом. Пар здесь действительно очень-очень мощный. Кстати, по мощности парового удара он такой же, как и профессиональный парогенератор. Отличаются только свойства, качества пара, но об этом чуть позже. Итак, бытовые цели плюс в том числе и рабочие. Я знаю, что очень много мастеров, профессиональных, партных, тех, кто шьет на заказ и зарабатывает на этом деньги, пользуются таким парогенератором. К сожалению, на сайте МИИ сейчас эта модель не продается, но есть аналогичная модель МИИ Брависима, она даже еще и дешевле, и он полностью закрывает их потребности. Профессиональный парогенератор подойдет, конечно же, идеально для профессиональных целей, если вы шьете много, если вы шьете на заказ, верхнюю одежду особенно, жакеты, различные изделия, в которых необходимо прилагать большое давление, где необходимо прижимать детали под большим весом. Утюжок в профессиональном парогенераторе тяжелее по сравнению с бытовым парогенератором. Здесь это примерно полтора килограмма, а в бытовом МИИ меньше килограмма. Благодаря тому, что утюжок легкий, вы можете долго держать его в руке и отпаривать вертикально, рука не устает, можно паривать готовые изделия на манекене или на вешалке, можно отпаривать шторы, очень удобно. Кстати, еще для вертикального отпаривания здесь есть удобная функция постоянной подачи пара. Вы переключаете режим подачи пара, и он выходит в постоянном режиме, вам не нужно нажимать. Можно расположить руку еще более удобно, чтобы она совсем не уставала. Здесь утюжок намного тяжелее, почти что в два раза, чуть меньше, и долго его не поддержишь. Здесь тоже есть возможность вертикального отпаривания, но вот этот вес уже чувствуется, и я подержала секунд 10, и моей руке уже немного некомфортно. Но для бытовых целей он также, конечно же, подходит. Очень здорово, если у вас в доме есть отдельное место для утюга, и вам нужно его каждый раз переставлять, убирать шкаф, потому что все равно этот комплект имеет определенный вес, и не хочется его каждый раз перемещать. Здесь всего, наверное, около 5 килограммов максимум. Вроде не так много, но лучше всего, конечно, чтобы он стоял стационарно в каком-то месте, и не приходилось его переносить. В оба парогенератора вливается вода, которая нужна для образования пара. В бытовом утюге МИА Ассистента Дивапора есть специальный отдельный резервуар с водой. При этом вы можете подливать сюда воду даже в процессе работы. То есть вам не нужно отключать утюг от сети, вы просто отодвигаете носик у резервуара с водой, дозаливаете воду и продолжаете работать. Здесь объем резервуара около 1 литра, и этого объема хватает на полчаса интенсивной работы точно. Но вот у меня, к примеру, хватает еще на большее время, потому что я не нажимаю на кнопку подачи пара непрерывно, постоянно, в течение долгого времени. На самом деле это особо и не требуется. Только в случае, если вы отпариваете вертикально, то да, там пар нужен постоянно. Но даже если вода и закончится, вы можете дозалить новую порцию, и получается, что у вас работа вообще не прерывается. Можно сказать, воды в резервуаре хватает до бесконечности. Здесь ситуация совершенно другая. Воду можно заливать в бойлер только при выключенном утюге. Желательно, конечно, чтобы он немножко остыл. Открываете крышку, заливаете воду, и здесь объем бойлера почти полтора литра. Но это не значит, что можно заливать все эти полтора литра. Нужно залить меньше, например, 1 литр, для того, чтобы осталось место для образования пара. Иначе утюг может брызгать водой. Этого количества воды хватит примерно на полчаса интенсивной работы. И если вода закончится, то вам необходимо выключить утюг, отключить от сети, желательно подождать, чтобы он остыл, залить воду, при этом желательно не холодной водой, для того, чтобы здесь не было перепада температур. И после этого включить его, и подождать примерно 10 минут, пока он нагреется. Здесь время ожидания намного больше, чем в бытовом. У бытового Mii Ассистента Диваппера это 3 минуты максимум. На самом деле, эти 3 минуты даже незаметны. Кажется, что только включил, уже утюг готов. Здесь время готовности в разы больше. Давайте, кстати, включим оба утюга. И я покажу, чем отличается их пар. Кстати, и у Mii, и у Lilith есть возможность узнать, не закончилась ли вода в бойлере. Здесь мы видим наглядно количество оставшейся воды. А у Lilith, если вода заканчивается, то загорается красный индикатор. По поводу мобильности. Вот я сказала, что Lilith такой тяжеленький, и не хочется его лишний раз перемещать. Лучше всего, чтобы у него было конкретное место. А вот Mii Ассистента Диваппера, он немного легче. Сейчас он тоже у меня стоит на определенном месте. У меня выделен отдельный столик для утюжки. Но когда мы жили в маленькой однокомнатной квартире, у меня было очень ограниченное место. И когда мне необходимо было утюжить, я доставала доску, раскладывала ее, устанавливала утюг, и мне приходилось его постоянно перемещать. В этом не было никаких сложностей. Он достаточно легкий, поэтому, если у вас тоже ограниченное пространство, такой вариант идеально подойдет. Ну вот, бытовой Mii уже нагрелся, Lilith нужно будет еще немножко подождать. Давайте пока расскажу вам, чем отличается пар у этих двух моделей. В общем, существует влажный и сухой пар. Когда влажный пар выходит из утюга, вы буквально видите эту густую, белую, светлую струю пара. И у парогенератора Mii эта струя, ну, очень большая, огромная, длинная. Я когда снимала видеообзор, еще два года назад, показывала пар в действии, и он долетал практически с одного конца комнаты на другую. И его видно. Есть еще сухой пар. Он образуется при очень высокой температуре, свыше 120 градусов, и только в стальном бойлере. И когда вы выпускаете его, нажимаете на кнопку подачи пара, пар выходит тоже обильной струей, обильным потоком, но его не видно. Дело в том, что вода буквально расщепляется до мельчайших молекул, и поэтому практически не видно глазу. Но если я, к примеру, нажму на кнопку подачи пара и буду держать руку, например, на расстоянии 1 метр, моей руке будет горячо, потому что горячий пар выходит. Кстати, он намного более обжигающий, более горячий, чем влажный пар, хотя поток тоже огромный и большой. Какой пар лучше? На самом деле, для разных целей разный пар лучше. К примеру, если вы любите отпаривать, например, одежду вертикально, то вам, конечно, лучше всего приобрести бытовой утюг с парогенератором. Во-первых, потому что утюг легкий, а во-вторых, потому что пар влажный, и он будет немного больше увлажнять волокна ткани, поэтому одежда будет разглаживаться хорошо. То же самое касается и горизонтальной утюжки. Но сухой пар больше, мне кажется, подходит для горизонтальной утюжки. Мельчайшие молекулы воды, пара, хорошо проникают в волокна, и ткань изделия быстрее остывает и практически не увлажняется. В то время как у влажного пара ткань может показаться немножко влажной, не мокрой ни в коем случае. То есть я говорю не про мокрые пятна, такого быть не должно, а просто ощущение, как будто одежда, ткань в этом месте горячая, и еще и немножко влажненькая. Только по ощущениям, но не визуально. Визуально вы эту влагу не видите. Однако по мощности проникновения пара в структуру ткани, в изделия, мне кажется, они примерно одинаковые, потому что вот с этим бытовым парогенератором я утюжу постельное белье, сложенное в несколько слоев, потому что я не люблю утюжить большие полотна пододеальников и простыней. Я сразу складываю после стирки пододеальник в ровную стопку, и затем обильно прохожусь поверх утюгом, и в итоге все слои, которые находились внутри, тоже отглаживаются. Поэтому проникновение пара вовнутрь, то есть в глубину, скажем так, и у влажного, и у сухого хорошее. Лилит нагрелся, давайте посмотрим разницу в паре. Вот я повесила темную ткань, наверное, на ней будет лучше видно. Итак, смотрим влажный пар МИ Ассистента ДиВапора. Этот пар уходил намного дальше конца этой ткани. Наверное, вы его, к сожалению, не видели, но он действительно очень мощный. Посмотрим теперь на сухой пар. Ну, в общем, вы сами все увидели. Здесь пар тоже шел обильным потоком, очень горячим, даже намного более горячим, по моим ощущениям, чем влажный. Но вы его не видели, и я его тоже не видела, потому что это сухой пар. Ну что, если подрезюмировать, какой парогенератор, какой утюг с парогенератором, я бы посоветовала. Если честно, мне даже сложно между ними выбирать, потому что и бытовой мне нравится, и нужен для определенных целей, и профессиональный. Как я сказала, сухой пар образуется только при высокой температуре. И вот с высокой температурой деликатной ткани вы уже не поутюжите, например, натуральный шелк. Ткань может сжечься. И для этого дополнительно приобретается тефлоновая подошва-насадка. Она задерживает часть тепла, и поэтому полотно, деликатное полотно, уже не соприкасается с высокой температурой. В бытовом парогенераторе, именно у МИ Ассистента Дивапора, нет необходимости приобретать дополнительную тефлоновую подошву, потому что здесь и так уже нечто похожее. Это керамическая подошва, которая очень деликатно работает с тканями. Плюс здесь вы можете регулировать температуру и регулировать уровень подачи, уровень мощности пара. То есть если вы утюжите очень деликатный, тонкий, нежный шелк, то вы можете сократить температуру нагрева утюга и сократить мощность подачи пара. Если вы часто отпариваете вещи вертикально, например, у вас много платьев с рюшами, с оборками, с разными сложными деталями, или вы любите носить пуховики, шубы, пальто, то для этих целей я бы посоветовала бытовой парогенератор с легким утюжком, с мощным влажным паром. Но если вы отпариваете очень мало и влажно-тепловая обработка, утюжка в большинстве случаев у вас проходит горизонтально на гладильной доске, то, наверное, лучше выбрать профессиональный парогенератор с тяжелым утюжком, для того, чтобы он своим весом работал и хорошенько отстаивал, формовал детали. Но, конечно, будьте готовы к тому, что рука может в первое время немножко уставать. Если у вас появились вопросы на эту тему, напишите мне об этом в комментариях, я с радостью отвечу, поделюсь своим опытом и, возможно, что-то порекомендую. Ботовой утюг с парогенератором МИЯ я приобретала на сайте МИЯ. Сейчас, к сожалению, эта модель уже не продается, но есть аналогичная модель, точно такая же по характеристикам. Это модель МИЯ Брависсима, она в красивом апельсиновом цвете, та же самая мощность, те же преимущества, большой резервуар для воды, непрерывная работа. Все-все эти плюсы есть в МИЯ Брависсима. При этом модель намного дешевле, кстати, это одно из больших преимуществ бытовых парогенераторов. Стоимость МИЯ Брависсима на сегодняшний день, насколько я знаю, около 10 тысяч, и это еще без скидок, а у профессиональных парогенераторов стоимость уже от 30 тысяч. Поэтому сознательно я достаточно долгое время шла к профессиональным парогенераторам. А утюг с парогенератором бренда Лилит я приобретала в интернет-магазине Seven Show. Очень рекомендую. На этом сайте очень много различных товаров для шитья, рукоделия, утюжки. В общем, все оборудование, которое может вам потребоваться. Швейные машинки, аксессуары, фурнитура, колодки. В общем, все, что вам может понадобиться для творчества и работы. На этом все. Надеюсь, обзор сравнения был для вас полезен. Если вы хотите более подробно узнать об этих моделях, можете посмотреть видео-обзоры у меня на канале, либо перейти на YouTube-канал бренда МИЯ или магазина Seven Shop. Они тоже ведут YouTube-каналы. Там много полезных, интересных роликов. Ну и, конечно, обзоров. Желаю вам хорошего дня. Если будут вопросы, обязательно пишите в комментариях. Я с радостью отвечу.